Шалом! Хули, это всякие города, где я был, может штук десять мне привезли там откуда-то. Мальчик, привет! Здорово всем! Короче, Борис готовит трек, в поддержку Хабиба, в поддержку Хабиба. Я бы хотел поговорить об этом немножко, пока мы готовим мой альбом фрибэйс, почти готов. Я надеюсь, вам понравится. Вот, по поводу лекций базарить не буду, позже все узнаете, увидите. Не хочу. Короче, на студии у нас охуенная студия, приезжайте. По поводу Хабиба хочу поговорить. На последней ситуации, то, что было с Хабибом, с Бэкстаром, я, если честно, удивился от того, как начали форсить, короче, все это дело, люди, СМИ и так далее. В принципе, Хабиб ничего такого вроде не сказал. Он высказал свое, типа, недовольство. Я бы его понимаю. С одной стороны, конечно, наверное, неправильно говорить о том, что кто-то должен выступать, кто-то не должен. Но он видит так свою молодежь, молодежь, которая не хочет, чтобы слушала такую музыку. Имеет место быть, он хочет, чтобы они занимались спортом все. И его, как спортсмена, можно понять. В принципе, на Кавказе вообще, по идее, так-то по-хорошему, немножко другие нравы. Поэтому судить из Москвы, особенно русскоязычному населению, наверное, не стоит об этом. Потому что здесь позволено то, что там не позволено совершенно. То есть, например, грубо говоря, на Кавказе как бы ты особо так себя не поведешь. То есть, ну, таких тусовок там нету, как у нас. Есть, конечно, но они маленькие, и я все-таки веду себя там по-другому. Многие. Вот. За бабки драться, конечно, нормально. Всем надо кормить свою семью, кормить своих тренеров. Как бы тренеры получают зарплаты. Это, как бы, блин, такие странные, конечно. Вообще, за бабки, за бабки, за бабки плохо только, блядь, подставлять людей в жопу ебаться. И, я не знаю, там какие-то гадости делают. А драться за бабки, я не вижу ничего плохого в этом. Вот. Я не знаю, выйдет. Да нет, вряд ли он выйдет, конечно. Вот. Я не думаю, что он выйдет под наш трек. Но это просто инициатива, так сказать, Бориса. Он решил так поддержать Хабиба. Вот. По поводу... Я вчера смотрел ночь, вернись сегодня, пресс-конференцию Конора и Хабиба. Ну, у меня есть ощущение, я не знаю, я... Вообще, мой любимый боец в UFC, я вам сразу скажу, это Конор. Вот. Слышь, ебало завалишь, молни себя, голбоеб, ебаный. Короче. Вот. Вот. Мой любимый боец вообще в UFC, это Конор Макгрегор. То есть, он такой достаточно харизматичный, интересный, очень сильный ударник. Он шоумен, прежде всего. Я на него подписан много где. И смотрю за ним, какое на самом деле. Вот. Я уверен, что победит Хабиб и буду болеть за Хабиба. Потому что я всегда болею за своих. А, как бы, мы живем в России, и Хабиб все-таки, как бы, наш соотечественник, так скажем. Вот. Но если брать из иностранных бойцов, конечно, мне Конор нравится больше всех. Вот. Лекс, ну ты вообще, блядь, потеряйся нахер отсюда, блядь. Пока я тебя в ЧС не кинул. Наблюдай, блядь. Молча нах. Питал. Я тебя жду в Москве. Герои кнопочные, блядь. Короче, этот, как вам? Ну, да он Лекс нам что-то подпездывает здесь в эфире. Короче, этот. Ну, будет болеть за Хабиба. И из наших всех бойцов он мне больше всех импонирует. Потому что достаточно такой характер у него, я считаю, что крепкий. Я не думаю, что кто-то из наших бойцов может ему, так сказать, составить конкуренцию. Поэтому буду топить за Хабиба в любом случае. Вот. Лекс, не пизди там. Денег в долг возьми, блядь. До Москвы, чтобы доехать. Вот. Короче. Что я хотел сказать, собственно говоря. Лекс, блядь, ты в натуре олень, блядь. Ты меня прервал. Подожди, я тебе свет включу, я не вижу его. Вот так, наверное, будет лучше. Короче. Давайте топить все-таки за нашего соотечественника. Мы все не без греха. Я всегда удивляюсь всем людям, которые сидят за компом и осуждают кого-то. Там постоянно говорят о том, что вот он там не так сделал, не то сказал и так далее. Вы не были на его месте. Вы не знаете его реакцию. Человек сейчас находится достаточно эмоциональный. Мне кажется, у него настрой серьезный. Плюс, если он на сушке, так это вообще понятно, почему он так нервничает. Вот. И все-таки я думаю, что болеть надо за наших. Как бы вы не относились к Конору, если даже Конор ваш любимый боец UFC, все равно как бы надо топить за своих. Лекс, блядь. Ты олень ебучий, блядь, натуре. Ты заебал меня, слышишь? Ты когда приедешь, блядь, дебилу кусок, блядь, тогда я будешь пиздеть. Хули ты тут пиздишь? Натуре надо тебе закрыть, чтобы, блядь, это будет. Вот. Хабиб очень крутой боец. Я думаю, что... Ну, Конор очень крутой ударник. И если Конор попадет, я не знаю, как там Хабиб выдержит, удар не выдержит. Но я надеюсь, что выдержит. Вот. Поэтому, я думаю, что все-таки мы должны болеть за своих. Обязательно надо болеть за своих. Это просто с точки зрения даже... Ну, как-то хуй знает. С точки зрения... Это наш соотечественник. Вы ебнулись. Вы можете болеть за Конора где-то там, то есть, когда он бьется. Потому что, когда бьется Конор с кем-то, я всегда, ну, бился раньше. Я за него болел, он мне всегда нравился. И нравится до сих пор. Но в этой ситуации Конор, конечно, перегнул палку. То, что он там и отца зачем-то тронул. И некоторые вещи такие позволяют себе там, которые нельзя. Хабиб тоже, конечно, там тоже дает жару. Но... Тут как бы уже пусть они сами решают этот вопрос. Отношения, блядь, ну, видишь, мы далеко друг от друга, поэтому не можем выяснить отношения. Нет, ну, вы смотрите, здесь же не просто бой там, кто где родился, а здесь же бой немножко другого формата. Это наш первый боец, который достиг такого уровня и вышел в UFC. У нас в стране есть большая проблема. У нас любят почему-то всегда все иностранное. Притом, блядь, 70% наших соотечественников ни разу не были. Ни в Европе, блядь, нигде, кроме Турции, там, Египта и так далее. И почему-то думают, что везде живется лучше. Я вот был много где достаточно. Я вам могу сказать, нихуя там лучше не живется. Там ебические налоги на все, блядь, наши налоги по сравнению с их налогами. Там вообще детский сад. Там на все просто. Да, там зарплата больше, но там и налоги больше, и цены больше. Вот. Поэтому просто вот эта болезнь, пока мы болеем, типа смотреть вечно на Запад, и копировать Запад, и молиться на Запад, и говорить, что там круче, а у нас говно. Ну, хуй знает. И у меня вот друг Раф уехал в Штаты, живет сейчас в Штатах. Он, короче, ему, у него только в месяц выходит, чтобы там квартиру снимать, налоги, ну там, налоги, там, машина, не машина, пятак зелени. Блядь, он работает, он ставит то ли вытяжку сейчас, то ли окна там, блядь, что-то я не помню. Ну, я хуй знает, как вы, я вообще слабо представляю, чтобы кто-то из наших соотечественников пятак зелени платил в месяц. Давайте как бы, блин, как-то все-таки, блядь, вернемся на землю. Я вот тоже верю в Хабиба, я думаю, что он победит в любом случае. Вот, а по поводу истории все-таки с Блэкстаром, мне кажется, что это больше раскрученная какая-то такая инфа, и все напали на Хабиба, что вот, человек высказал свое мнение, он имеет на него право, почему другие имеют право высказывать, а он не имеет права. Лекс, ты заебал, ты в натуре олень ебаный, слышь ты, блядь, дебиловый кусок, блядь. Ты, блядь, не порт нахуй мне этот эфир, блядь, имбецил ебучий, блядь. В жопу своих птичек засунь. Обойдется, Лекс, блядь, прямой эфир, блядь. Блядь, да какая разница, борьбой берет, не борьбой берет. Ну вот, а Конор берет руками, ну то есть как бы ударкой такой, то есть. Блядь, ну и что, кто, что умеет, тот так, короче, этот, слышь ты. Твою рот топтал, блядь, мудил от Элекса, блядь, конечная, конечная просто, блядь. Хуетая из-под коня, блядь. Поэтому, блядь, поэтому, короче, Артурчик завязывай, этот, как его, поэтому, я могу сказать, что, хуй знает, вы все, блядь, как-то реагируете на все вот это вот, на все вот эти, блядь, какие-то непонятные кипиши, блядь. На хуй вам это надо, блядь. Смотрите, наблюдайте, на хуй, блядь, принимаете, Артура завязывай, говорю, этот, принимаете какие-то стороны постоянные, притом постоянно, настолько вы это делаете, Арияна, мне кажется, это не совсем правильно. Про Скриптонита, мне кажется, что Скриптонит очень талантливый музыкант, и, к сожалению, он теперь говорит, что он не делает рэп, делает рок, ну, какую-то такую музыку, я считаю, что это большая для потери, именно как хип-хоп исполнитель российского хип-хопа. В людях только зависти, и если ты поднялся, тебе начинают срать, я не знаю почему, в Штатах, блядь, наоборот, заебись. А чем больше ты поднялся, тем лучше, ну, типа, люди как бы стараются смотреть на это. Я не говорю про мамбл-рэп, мамбл-рэп это, блядь, временная хуйня, мы уже проходили разные виды рэпа, блядь, в конце все в классику возвращаются, конечно, она меняется со временем, но все равно. Нет, с местным мы не общаемся очень давно. Да, вот я думаю, что, блядь, вышли вы, блин, они на бой, потому что я не удивлюсь, если кто-то из них, но мне кажется, что Конор может заболеть. И я, кстати, сегодня смотрел, когда, не договорил, я смотрел пресс-конференцию этого Конора и Хабиба, я могу сказать, что я до этого много видел где Конора, во многих пресс-конференциях, я видел, как он выходит туда, я видел, как он ведет себя. И почему-то в этот раз мне показалось, что ему страшно. Он явно себя сдерживал в каких-то моментах, он явно его, вот этот вот фан, который он всегда так, ха-ха-ха, настоящий фан, он был сейчас наигран настолько, и я это видел, мне почему-то, как раз, что Конор побаивает с Хабибой все-таки. Сосмоки, да нет, вроде не собирались. Ага, ушатали, блядь, вот таких ушатывателей, блядь, мы уже видели, знаешь сколько, ебануться можно просто. Лучше любого карате, старенький ТТ, знаете, поговорку. Вы не понимаете немножко, когда сушка происходит, можно пересушиться, но те, кто занимается спортом, знают, что это такое. Можно пересушиться, и просто в натуре могут почки отказать, еще что-нибудь, это очень опасная история, научение, то есть это не так, не игры ни фига. Вообще, вот этот бой, который будет проходить, да и вообще, в принципе, бои без правил, это очень опасный вид спорта, и каждый думает, что он может выйти, короче, и там, короче, что-то там сделать. На самом деле, нихуя подобного. Вообще, сколько бы ты там не занимался, те бойцы, которые бьются на профессиональном уровне, я просто видел их скорость, и даже медленные, которые из них считаются, то есть в этих кругах, что он медленный, я смотрю на его скорость, и думаю, ебать, ну это пиздец. Ну то есть, как бы обычный человек просто, ну не вывезет эту хуйню вообще никак, даже боец, который там бьется в зале, там, с пацанами, там, тренируется, а если это не профессиональный боец, он не вывезет. Вот, я думаю, что, сейчас будет, я думаю, если я бы поехал, в Дагестан, у меня бы, наверное, такие же были проблемы, хотя вряд ли, но мне кажется, такая возможность была бы, поэтому я не думаю, что я тут такое сейчас сказал, это все дело, и меня тут в Дагестане любить начнут, или там еще что-то. мой рэп тоже достаточно грязный, но я рассказываю то, чем я хотя бы живу, жил вернее, и, не призывая никому, никого не призывая употреблять наркотики, а наоборот, категорически против, и говорю, не употребляйте наркотики, это очень плохо заканчивается. я не знаю, я не знаю, как что это поживает. Так, хватит. я здесь, я здесь, я вижу. Альбом Кизару не слушал, но я не очень любитель такого рэпа, а это, ну, люди, которые слушают такой рэп, это и они по вкусу, я предпочитаю все-таки рэп рэперский, такой прям, если даже это не олдскул, но он более должен быть все-таки какой-то более смысловой, мне кажется. что за квартира? Моя квартира, живу я в центре города Москвы, у меня трехкомнатная квартира. По личному вопросу, ну, я не знаю, уже честно, мне много хотят со мной выйти на связь, я, к сожалению, стараюсь избегать новых знакомств, не хватает моих друзей, это не так, их достаточное количество старых друзей, новых друзей. Дебил, ты дебил, блядь, научись писать. Подождите, люди, 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 которые гордятся своей нацией, да, блядь, нахуй этот дом нужен за городом вообще, по пробкам кататься, я вон купил себе землю, сейчас кое-что достроим, и я построю нам дом, у нас будет большой дом построен, вот. Люди, которые гордятся своей нацией, это не националисты, это люди, которые гордятся своей нацией. К сожалению, на данный момент, хватит смог, бутылок нет, все, семейная жизнь. Вот, к сожалению, я могу сказать, я вырос в Москве, у меня с 9 лет в Москве, я родом из Баку, у меня русскоязычная семья, и я приехал сюда, я иногда смотрю на русских парней, у меня большая часть друзей моих русские, вот, я всегда говорю, парни, вы не цените, вы не цените себя, ну, то есть, как бы, к сожалению, русские на данный момент потеряли себя, сами себя, то есть, они относятся к любому проявлению, вот, то есть, там, парни топят за славянское движение какое-то, они сразу их называют нацистами, националистами, это неправильно. Люди должны ценит свои корни, должны ценить свой род, должны ценить свою кровь, свою генетику, уважать это. Это не значит, что надо идти убивать кого-то там, или унижать, или оскорблять другие национальности. Но топить за свою… но ты должен, как бы, ценить это, любой человек должен. И начинается все с одного – один ценит, другой ценит, и это даже на движении. и поэтому я всегда говорил русским парням, русским друзьям, я говори — вы должны ценить то, что вы русский, и вы должны уважать себя. Да нахуй мне она сдалась, блин. Баку, привет. Вот. Не, не помиримся. Не помиримся. После того, как он сказал, что он был в Лану, мне пришлось сделать так, чтобы он извинился. Точно мы не помиримся. Вадик, мне кажется, ты да. Ты, мне кажется, любитель полимоний чужую письку. А что таджик, блядь? А таджик это не нация? Почему нельзя ценить то, что ты таджик? Я не понимаю. Какая разница? Нет плохой национальности. Есть люди, в национальности есть плохие люди. У любой нации есть плохие люди. Есть, блядь, мудайки, конченные во всех нациях. Прям, блядь, гниды ебаные. А есть хорошие и порядочные люди. Сережки для чего? А вот это, блядь, вопрос останется для тебя неизвестным. Он не извинится, он уже извинился публично. Блядь, поищите извинения, вы найдете в интернете есть. Слим? С какого перебога? Нахуй твоя жопа хорошо, Александр. Лекс? Нет, мы с Лексом еще встретимся в Москве. Свадьба в скором времени. Сочи, привет большой. Первая моя тату. А его нету, я его вывел. Но одно из первых у меня осталось вот здесь вот. Ты делал в армии, буква Д. Орван, да я вообще, блядь, если послушать, я так всех боюсь. Просто всех боюсь. С Лексом? Да ничего с Лексом, оленем не ебаные, блядь. Он и кто, это кто? Я не очень понимаю, про кого говорите. На ЦАО, я часто очень бываю на ЦАО. ЦАО находится рядом с моим домом, поэтому я там часто. И плюс я пишу альбом. И, конечно же, в этом альбоме будет много интересного. Мой, что пойдешься? ЦАО рулет. В Оренбург мне пока не собираюсь. Приедет, приедет. Какой он нахуй денется мне? Ну, думаю, после выхода альбома, может, и приеду. Я не знаю. Я альбом, мой альбом, который я пишу, я не вижу в нем потенциала там заводить маленьких детей. Ну, то есть, как бы, чтобы маленькие дети там хуярили. Там другой немножко альбом, он рассчитан для людей более старшего поколения, по смысловой нагрузке, наверное, нежели для... Сейчас все пишут, стараются попасть в топ. А в топ это попасть, что это? Написать песню, чтобы она зашла телочкам и детям. Как бы сейчас вся музыка, она однообразная. Притом, сейчас все рэпом называют, все подряд, блядь. То, что к рэпу вообще отношения не имеет, тоже мы рэп. Ну, выебал, никого он не выебал, успокойтесь, блядь. Цао, ма цао. Ма цао, ма цао рулит. Бодрый, это подарок был Лане. На руках, здесь. Здесь у меня набита на арамейском молитва «Отче наш». В 3D очках. Наверное, все перед альбомом. Бля, по-разному. Иногда бывает, сидишь прям раз, и, блядь, минус услышал, сразу писать начинаешь. А иногда тебе шмазки себе ебешь. Серега, привет. Это Астюха. Астюха хочет что-нибудь сожрать. Астюха всегда жрать хочет, да, Астюха? Здесь он такой пузо, смотрите. Беги. Ощерок. Головкин обой, да, осмотрел. Ебать, он, конечно, блядь. Типа, вообще убийца. Да, попугай, но, я думаю, остался жить. Какой он деньце. Даже попугай, даже попугай, нахуй, ему пизды даст. ФТП-ЗЗ. Ты тупая, скотина ты, блядь. Знаешь, что такое крысы вообще-то бил. ФИТСАУ-74. Ну, пацаны заезжают, мы, кстати, над тем никогда не разговаривали. Может, и будет. Я бы, кстати, не против. Надо поговорить с парнями. Гуру? Я не слушал гуру. Нет, я инвалидов не бью. Головкин убийца, просто, блядь. Еще просто убийца, я могу сказать, лютый. Караганда, привет. Хабаджи не слышал. Пьяный? Нет, я не пьяный. Сколько перепутал, я буду пьяный. Я не пью практически вообще. Блядь, иди нахуй со своим гуфом. Вы меня заебали со своим гуфом. Гуф, блядь. Гуф, гуф, блядь. Идите, пусть он на вас за его напишет там. Все там. Нюхаю я, оказывается, не хуйся. Да не знаю, я в Дагестан. Меня звали в Дагестан наступать. Я не знаю пока. Я бы, кстати, сразу съездил. Я не знаю, что так все кипичные вели. Из-за того, что кто-то там что-то писал. Какие кроссовки? У меня где-то 30 пар кроссовок. Какие из них именно? Ташкент, привет. В Баку. Блядь, я очень хочу в Баку. Я сейчас звонил Паше, концертному директору своему. Но не сейчас, а на днях. И говорил, Паш, я очень хочу съездить с концертом в Баку. Он боится меня отправлять в Баку. У меня папа армянин. Вот. И переживает за то, что я тут не вернусь целой здоровой. Украине привет большой. Должен был недавно поехать к друзьям на свадьбу. Но мне бы запретили выездить. Я опять не выездной. По определенным причинам. Поэтому, к сожалению, пока только парашки. По моей любимой России пока покатаюсь. Но там будет понятно все, как дальше годится. Мияги очень мне нравится. Мияги очень... Мне очень нравится музыка. Это команда, и они очень крутые музыканты. Ламинирование ресниц. Ну да, утром стою и делаю ламинирование ресниц. Джорданы. Если честно, у меня есть две пары Джорданов. Кстати, одна куда-то пара у меня ушла. Непонятно. Вот. Джорданы красивые. От красивых обувь. Но ходить с ними вообще... Я в них вообще нырил. Крайне неудобные, тяжелые и жесткие обувь. За Римдигу? Что я могу сказать? Талантливый чувак. Что я могу еще сказать? Не знаю. Я с Римдигой не особо хорошо знаком, чтобы за него что-то говорить. Но если в плане музыки, талантливый пацан вообще... С этим никто и не спорит. Не, не смотрел. Трек, да, можете заехать на студию. Надо записать, конечно, трек. У нас студия работает. В открытом режиме. Ой, испался. Испался, знаешь. Были на студии, работали. И потом в утром нам ставили вытяжку. Взорвать не взорвал бы, наверное. Я все-таки считаю, что взорвать нехорошо. А вот в Баку бы я взорвал с радостью что-нибудь. Хабиб или Конор? Болеть я буду за Хабиба. Когда бьется Хабиба, я всегда болею за Хабиба. Вот. Он достоин, мне кажется, того, что... Вот. Но если бьется Конора, я болею за Конора. Но если Конор бьется Хабиба, я болею за Хабиба. Не, раньше не продали. Зачем? Реинкарнация. Отстойное кино. Мы посмотрели, кстати, Борис Лан и твою реинкарнацию. Такая, блядь, шляпа. Просто вообще говно. Единственный момент, когда там баба бля башкой об потолок бьется. Единственный момент, который меня напугал. Блин. Хаски. Лан, как тебе фильм «Реинкарнация»? На троечку. Я не понял. В армии. Я что в армии? В армии, блин. Все служат одинаково, блин. Скукота страшная. Куча дебильных историй. Да, да. Вот. В стиле старых тайны. Ну, будет новый альбом послушать. Нет. Я на Блокстар не пошел бы ни за бабки, ни за что. При этом, при всем, что многие, то есть Блокстары, мои хорошие знакомые, приятели, но я бы не пошел по каким-то своим личным соображениям, чисто идеологическим. Трек стоит, запись треку от 1000 рублей. Ну, а там по нарастающей. Вот, пришла Лана. Иди посмотри, это тебя требует появления. Лана, иди посмотри, требует появления твоего. Не хочу. Иди. Не хочу. Ну, люди пишут, что ты, блин, не уважаешь людей? Не, почему? А? Ну, иди посмотри. Иди сюда. Я не хочу. Вот он мой. Вот он мой. Вкусный? Да. Шарлотка, заебись. Я все съела. На яйце хотел. Короче, отведение от 2000. Чего? Ну, ешь, что тебе мешает. На руке набита отче наш, на арамейском. Еще раз говорю. Нет, с ним все я не буду фитовать. Ни за бабки, ни за что. О, да, красотка. О, я не спать пойду. На руке хочешь спать, или я не выспался. Я тоже. Съем шарлотку пойду спать. Да. Да, и чай. Корнер выиграет, Макгрегор. Не, не хочу. Да это твоя мама, твоего друга засала, пидор, ты ебаник. Я не могу всем отвечать, я не всем вижу. Конь, это ты. Олень, ты ебаный. Привет, Нине. Нет, мы не общаемся уже давным-давно, блядь. Мы не общаемся уже лет 10. Не путайте работу и это каково. И музыку. Ой, и реальную жизнь. Да какой-то чепушил этот Лекс, блядь. Не обращайте на него внимания, да пиздить нужно. Связаться со студией можно по телефону 8-965-250-2008. 8-965-250-2008. Звоните. Айфон, да, сменил на такой же, на новый только. Привет, грузик большой. На арамейском. Потому что тот язык, на котором разговаривал Иисус. Ножки в кеды и бегом, 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 бегом. Такие вопросы задавать некорректно. С Лексом, да ничего, мудил он, что, блядь, не могло случиться, блядь. Повелся, как Гондон, да. Модель айфона, тебе отмойший привет. Модель айфона у меня SE, обычная SE, ничего нового. Не великие сердечки на цветах. Ну, так у меня модный этот. Слушай, а тут есть какие-то стуки. Сейчас я, короче, замучу какой-нибудь себе. А, блядь, не то. Сейчас я, короче, блядь, замучу себе, блядь. Буду красивой, блядь. Как это убрать теперь? Ну ладно, ты как будто седой, я тебя как будто брали седой. Ладно, мне 37 лет, я так-то посидеть уже имею право. Вот это? Не, ну это не надо. Собачки, кошечки, блин. О, красавчик. Мадам залежал, потому что деньги, кстати, нет. Ничего, оценю треки, сказал, заебись. Ладно, красивая, да. Ника учится на предпринимателя, она будет предпринимателем бизнес-вумен. Хоть кто-то в нашей семье будет бизнесмен, именно образованным на эту тему. Ибо я явно не бизнесмен не ходил. Басок никуда не пропал, басок альбом пишет. Спасибо большое, вашей семье тоже счастье. Архангельску привет. Нет, в Украине я выступать не буду, ибо в Украине я считаюсь экстремистом, каким-то террористом. Потому что у меня много друзей в Донецке и в Луганске. Я считаю, что это глупая война, которой правительство Украины не совсем корректно действует. Давай, иди сюда, она тут требует людей, я готов. Чем же? Почему у вас щечка? Ну, потому что накрашены эти губы в бумаге. Кудесник, кстати, как вам кудесник, да? Вот, непонятно. Ты чё? Группа развалилась. Я конченный говнюк. Респект взаимный человеку. Это камбэк царя какого-то царя. Я буду болеть за Хабиба. Я уже сегодня говорил о том, что я считаю, что болеть надо за своих. И не должны на вас влиять истории их личные какие-то разборки там с Blackstar. Мне кажется, это не совсем правильно отталкиваться от этого. Ташкенту привет большой. Менеджеру Ловцао Пап 3206. Шалом. Плохо работает. Да, что-то и так слабо работаете, товарищи. Почему кончилось? Не кончилось ничего? Спасибо. Я так кайфую. Собачку Ланы зовут Астей. Хабиб. Астей, я её называю, таракан. Она похожа на таракана. Она похожа на таракана. Она похожа на кот старого деда. Янексу. Я лично с ним знаком. Конор, конечно. В принципе, очень позитивный пациент. Серёжки нашёл где-то. Не серёжки, во-первых. А во-вторых, да, давно. Алекс Водин. Да, не повезло тебе с погонялом. Спасибо. Такой маленький экран. Мне даже ничего не вижу, что пишу. Такеши, ну хуй знает, мне не нравится. Вот это, блядь, детский рэп для детей. Всё, я к этому должен относиться. Мне, блядь, сколько лет уже. Я рэп слушаю. А не вот эту ебань, блядь. Там всякие там... Лил Пампа, блядь. Лил пимпа, блядь. Пидросня малолетняя. Продать, я не знаю, что там, кто продал. Саратов, привет! Я не буду обсуждать клипы этих людей. Слышишь, что тут пишет тебе? Чего? Да, он мне написал, так что ватсап. Спасибо, взаимно фарт вам всем. Басоти, текста, да никто не писал, блядь. Никогда. Казахстану привет. С техником меня, спасибо большое. Чулень. Где он вообще? Вон лежит. Вон. Сейчас покажу. За тюлень. Что-то максифам, что-то да, не слышно. Я думаю, они готовят что-то на выпуск. Белисси, привет большое. Нет. Да, блядь, Лекс, нахуя, что-то что-то говорит, блядь. Пиздит, пиздит. Оби-ван номер два. Блядь. 20. 80. 70. Ты в натуре дурак или что, блядь. Ты дурачок, выходит, там. Не за что. Наслаждайтесь. Вот холодильник. Блядь, там холодильник не видно за этими магнитами всеми. Вот так он у нас тут стоял. Толок. А это твой кусочек? Да, он, да, он, да, помню, домой. А кто-то еще был, думаешь? А кто здесь был? Кто мог сейчас есть твою шаруну, открой меня? Не знаю. Любовница, соседка пришла, вот эта напротив старой женщины, которая. Так я ей, зажгем. Зажгем, Давидик. Очень дарил. Блядь, я не бою посмотрел его у Дудя, кстати, могу сказать, молодец он. Но долго он сюда приходил. Долго, очень долго. Да, стиш. А во всем виноваты вы. Потому что вы очень злые. Кто-нибудь в батле проебывает, как я там проебал. И вы думаете, что это вам проебали. Нихуя. Нихуя. В лагерь попадешь, сам знаешь, что будет. Не будет ничего, успокойся. Люди в курсе. Чувак, я вот, если ты говоришь за лагеря, я тебе могу сказать так. Я вот так сниму, одну положу и пойду домой. А ты поедешь с ними. Понимаешь? Пока будешь бабки искать. Так тебе на будущее. Для чего носят сережки. Вот большими камнями. Это лекция вообще, блядь. Пугайчику жалко, блядь. У меня уже такая, на самом деле, блядь, на всех этих дебилов, типа лекция эти, как она называется. Как это? Иммунитет, блядь. Вызвать на батл можно кого угодно. Не факт, что человек пойдет. Шуганайт, да, уехал на 28 лет. Блядь, 28 лет. 28 лет, ебанусь. Сидели кого на 28 лет? Шуганайт, я бывшего продюсера тупака. А это что? А это кто-то, завалил кого-то. А, было понятно. 28 лет. Он же, блядь, сидит, хоть не знаю, сколько времени. Три с половиной года, или сколько он там уже сидит. Да 28 лет. Из-за того, что он олень. На Блэкстар поеду. А Блэкстар зачем? Нет, не иду. Подольску привет большой. Курнем. Тебя посадят за такие эти. У нас запасты сажают, ты не в курсе? Да куда он, в 78 уже не выйдет он? Хотя 28 лет он сидит, блядь. Ты думаешь, он в 78 лет живой выйдет оттуда? Да, спасно. Да нихуя, он умрет там, мне кажется. Так он не доживет, или его там что-то сделают? Я не знаю, мы не разговаривали по поводу нового альбома «Чемоданы». Ну, там ржали, сидели, общались. Хуй знает. Это не наглейки, это магнитики, блядь. Магнитики, я сейчас покажу вам. Вот, видите, всякие штуки тут. Всякие штуковины. 50. Может, тут город свой опознает тут. У меня здесь тоже самое. У меня вот есть, смотрите, что. Юпи, ёпты. И инвайд. Просто добавь воды. А вот я. А вот мой папа. А вот тоже я. С попугайчиком, блядь. Короче, ладно, товарищи. Диджей Мэг. Диджей Мэг охуенный чувак. Мой хороший приятель. Я очень рад, что я с ним знаком. Такой. Я молодец. Альбом вообще я намереваюсь выпустить в конце октября. Ну ты выйди, тебе и один смотреть не будет. Вкраш что такое? Барев. Какое мероприятие? Блядь, я не понимаю, не успеваю сразу читать. Мойша, всем... Я пошел. Я спать пошел. Я хочу спать. Айки, привет, братан. Ну я уже сваливаю. Я не знаю, где легенды про. Я не знаю, что с ними происходит. Я не знаю, где картавый. И что с ним происходит. Я не знаю, что происходит со Слимом. И я, в принципе, не знаю, что происходит в русском рейпе.